Сотрудники одного из детских магазинов Махачкалы даже не представляли, что в конце рабочего дня им предстоит предотвратить грабеж и задержать преступников. События развивались в лучших традициях голливудских блокбастеров. А вот о том, как все было, Хадижат Мазгарова. Выбегает женщина и кричит, помогите, деньги забрали туда. Я выбежал, опять побежал туда. Так Ренат вспоминает конец рабочего дня. Того самого, когда ему и его коллегам удалось задержать грабителей. Они напали на хозяйку соседнего магазина и пытались украсть крупную сумму денег. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленники выбегают из магазина. За ними пострадавшая. А вот и Ренат, который тормозит проезжающий автомобиль и догоняет преступников. Проезжающую десятку я ее остановил и поехал за ним. А ладно, вывез с ним же. Спасибо, я ему тоже хочу сказать, почему бы нужно помочь мне это сделать. Горе-грабители попытались сбежать и во второй раз, но и тут их схватили. Мы дали им шанс, пока не вызываем милицию, разобраться, чтобы пожалели их родителей, что давайте мы отпустим вас, будьте порядочны, возвращайте это все. Но, к сожалению, они нас не послушались. Парней удерживали до приезда полиции. Пойманных с поличным их доставили в отделение. Случайно на месте происшествия оказался и Исмаил Магомед Шарипов на своем внедорожнике. Он перекрыл путь убегавшим преступникам. Я на самом деле тот вечер увидел, что у нас есть мощный человеческий капитал. То есть, что? То есть, значит, эти молодые люди, рискуя своей жизнью, значит, не задумываясь, окликнулись на помощь о беде. Сотрудники детского магазина, чья работа гораздо спокойнее, нежели ловля грабителей, совершили самый настоящий поступок. И, как выяснилось, уже не в первый раз. Недавно они точно так же вступились за девушку. Ее избивали на улице. Мне, как руководителю, конечно, коллективу очень приятно, что есть такие молодые ребята, которые могут, рискуя жизнью, помогать людям. Его поступок тоже будет поощрен, и с нашей стороны тоже. Подробности происшествия выясняются. Оба преступника несовершеннолетние. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж с применением насилия» и передано в Следственный комитет республики. Данные статьи предусмотрены наказанием в виде семи лет лишения свободы. Так как они несовершеннолетние, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, срок наказания сокращается вдвое. Сама потерпевшая от комментариев воздержалась, как и от встречи со своими спасителями. Ребята не в обиде. О своем поступке отзываются более чем скромно. Это не геройский поступок. Просто люди пускай думают, что мать любого из этого могла оказаться на этом месте. И любого и так поступит. Хаджат Мазгара, Василий Мтаджибов, Рамазан Амаров. Время новостей.